Итак, в рамках создания пространства элементарных исходов, базовых терминов, мы с тобой повторили базовую терминологию. То есть у нас события бывают, поехали, достоверные, невозможные, случайные, правильно? Достоверные. Невозможные, случайные. Также у нас есть события равновозможные. Что значит равновозможность события? Ну, когда может произойти либо одно, или второе. Подбрасывание монеты является равновозможным исходом? Ну да, 50 на 50, вероятно. При каком условии это равновозможный исход? Если оно не будет падать при идеальных, я так понимаю, условиях, когда там мы говорим, что монетка там хорошо скалибрована, больше никакие там... Молодец. Да, ты должна уточнить, да, ты должна уточнить, это вот это правильно сказала. Ты должна обязательно уточнить, что монета, у нее грани одинаково калиброванные, вес монетки на обоих сторонах одинаково, все идеально сделано, да? Это важно. То есть таким образом у нас равновозможные исходы. Но если что-то где-то будет перевешивать, или там кубик, грани кубика будут одна тяжелее другой, естественно, это уже неравновозможные исходы. Хорошо. Далее, в рамках понятия пространства исходов, давай мы сформируем с тобой sample space. Sample space, куда сделаем с тобой head и tails, то есть монетку будем бросать с тобой. Хочешь? Sample space, внимательно. Формируем с тобой пространство исходов. Sample space. Это мне надо написать, или что? Ну да, ты же написал. Create a set of elementary outcomes. Sample space. Почему sample с большой буквы, я вообще не понимаю. Почему нижнеподчеркивание нету, а пробелы между переменной, я не понимаю. Потому что я, Руслан, неправильно писала, и так и выучила. Давай, моя хорошая. Немножко надо перее... А здесь нужно тоже типизацию делать, или нет? Расскажи, пожалуйста, как ты у меня работаешь с теорией множеств? Потому что сейчас мы будем формировать с тобой на основании теории множеств пространства исходов. Ты у меня в питоне знаешь, или множеств? Нет, ну когда, по-моему, я не делала. Ясно, значит, можешь делать у меня. Хорошо. Что такое... Что такое множество в питоне? Создай, пожалуйста, мне множество явно. Множество явно? Кто сейчас сделал, ты синяктический сахар. Я хочу, чтобы ты явно создал меня. Умничка. Да. Молодец. Что туда будем передавать? Что принимает объект... Ну, это будет... Что принимает объект в себя? Танечка. Ну, оно будет у меня принимать целые значения просто. Неправильно. Это жерно, привет. Ладно, запусти, выведен экран. Запусти, выведен экран. Что не знаю? Ну, потому что сигнатура функции ты не показала мне сигнатуру объекта. Ну, не важно, сейчас увидишь, что причина. Запускай. Sample Space вот здесь нужно было написать, да? Да, двоеточие. Это вообще не в... Ну, как бы, понятно, что ты молодец у меня, да? То есть ты хочешь у меня использовать статическую типизацию, да? Но у нас сетов... Ну, не так, да? Но сетов у нас нет, по умолчанию придется импортировать. Сетов нет, по умолчанию спали. Нету. Ну, их вообще нету. Их надо импортировать через тапинг или вообще, то есть у нас нету сетов. Это тебе не инт, это тебе не бул? Это тебе не бул и не инт. И ты есть их, эти придется подключать, лазить в доки, смотреть, что по докам, по типизации. Поэтому пока что можешь типизацию пока временно в сетах не использовать. Я разрешаю тебе это делать. Чтобы ускорить процесс обучения. Так, и как его импорт, да? Не надо еще сейчас запариваться с этим сетом. Не надо тебе через тапинг это делать. Не надо пока что. Я разрешаю пока что не использовать тапинг в рамках сетов. Не надо пока запариваться. Потом добавишь тапинги. Далее. Смотри. Почему когда я работаю в халабе, я просто пустя эти сеты и все. Все в порядке, не переживай. Убери пока тапинги. Типизацию убираем. Обрати внимание, что не для всех, во-первых, у нас... Ну смотри. Во-первых, гарантирую то, что для всех типов у нас уже есть типизация. Я не могу так гарантировать. Это первый момент. Второй момент. Сейчас вот в один экран, пожалуйста. Почему у тебя там что-то выводится непонятное? Типа, что слишком много сюда этих ввела. Один, два, пять, шесть. Сюда нельзя столько. Получается, объект сет... Получается, объект сет все принимает структуру данных. Он говорит, что... Получается, в качестве аргумента единственного объект сет принимает в себя структуру данных. Какую структуру данных объект сет себя принимает? Тебе нужно через сигнатуру функции это узнать. Знак вопроса поставить. Да, согласен, эти самые, список, согласен, но тебе нужно через сигнатуру функции посмотреть это. Сигнатуру функции сделай ко мне, воспроизводительный знак. Это вот здесь вот где? Где вот здесь вот прям рядышком? Sample space? Ну, хочешь на третью строчку попробуй? То попробуй, здесь отработает, будет прекрасно. А что такое сигнатура функции? Описание ее. Опачка. Это вот так вот вызывается, да? Да. Понимает в себя интерабельный объект. Сет принимает в себя интерабельный объект. Видишь, написано iterable. То есть сет принимает структуру данных, iterable. Окей, ты передал туда список, список iterable, по ним можно пробежаться. У него есть метод next, и типа там можно при нем пробежаться. Хорошо. Далее. Теперь давай создай мне объект уже не явно. На следующей строчке прям та под тем объектом. Тот за коменте. Верхний за коменте, нижний создай уже. Нет, ни в коем случае нельзя писать сбоку. Надо писать сверху описание. Описание надо писать сверху, а не сбоку. Запоминаем. Что никто не поймет. Сверху, сверху нужно писать. То есть реально так, что коменты не пишут? Сверху пишут коменты, не сбоку. Ну сбоку иногда пишут, я даже вижу в официальных коментациях, но пишут как бы сверху основ. Почему они делают это сверху? Потому что длина строки у них ограничена у всех, понимаешь? Да. Да. Хорошо. Далее. Мы сейчас начинаем работать с тобой с теорией множеств. С тех же теорией множеств. Я так понимаю, соответственно, ты мне это не изучала в питоне. Мы, конечно, можем ее скипнуть в питоне, но делать, наверное, не самая лучшая эта идея. Я на тебя посыл собачку в чатике Python. Обязательно потом на нее посмотри. Потом. А пока, а пока, мы поработаем с теорией множеств. Это дискретная математика. Ты у меня изучал дискретную математику очень давно. Скажи, пожалуйста, вот у тебя, если будет цифра 1,1, что тебе выдаст на множество? Напиши 1,1. Вверху. 1,1. Наверху. 1,1, там где 2, да. Не трогай ничего больше. А, 1,1. Не трогай ничего, не удаляй. Не просил удалить, я сказал, я говорю, напиши там 1,1, не удаляй ничего. Да, запускаем. Оно выдаст мне 1,2,5,6, потому что в множестве элементы не повторяются. Совершенно верно. Да, хорошо. Теперь на следующей строчке, на второй, как бы, вторую, как бы, следующую скинь, допустим, второй. Сделай, пожалуйста, shift, alt и стрелочку вниз. Курсор на вторую строчку. Курсор на вторую. Не надо код, я не просил тебя код, я не просил вторую ячейку, третью ячейку. Я просил вторую строчку, первой ячейки. На первую ячейку поставь, курсор на вторую, точнее. Shift, alt, стрелочку вниз. На вторую ячейку ставь стрелку. На вторую ячейку поставь, на вторую строчку поставь курсор. Shift, alt, стрелка вниз. О боже. Shift, alt, стрелка вниз. Не работает? Курсор на вторую строчку поставь. Shift, alt, стрелка вниз. Вот, стоит. Shift, alt, стрелка вниз. Вот. Ну, значит, не работает, ясно. Поздравляю. Руками пиши заново. А, что да? Пиши заново руками. SampleSpace равно и создай неявно объект класса. Туда положи, получается, ну, соответственно, положи туда head, details. И в следующем уроке мы уже монетку будем подбрасывать. Тоже set получается у нас, да? Да. О, неявно захотел. Да. Все отлично. Спасибо за внимание.